привет всех зрителей подписчиков канал также гостей пришедших для просмотра данного ролика microsoft white 7 лет а 2020 на канале мы продолжаем серию полетов над калифорнией вот и следующий отрезок пути скажем так у нас мы сейчас находимся по модели билл и летим в барстоу дагит скорее всего пролетим несколько отрезков потому как данный отрезок всего лишь 78 миль на 25 минут полета в общем то тут вообще в принципе по моему все отрезки такие небольшие вот поэтому я думаю может два может даже три вот эту фигню блин все отключить нельзя с внешнего вида но в принципе фиг с ним потому как внешним видом мы и не пользуемся ладно поехали поехали на запускаться батарейку включаем давай давай сразу бекон лайтсу навига шинлайтс так 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 уил буст подкачиваем пробуем запускаться экстертер как и гнишин он партер блин почему-то другом так всегда это делает ну-ка давай в мотор попробуем причина вообще по идее блин же в старт переводится ну-ка в норму если так у нас все закрыты полностью выпущены да так двигатель запущен соответственно стартер выключаем и на стояночный встаем авионику подключаем не знаю что я неправильно делаю с этим самолетом бля да он у меня как этот якорный бабай так виншилд вот тут у нас анти айса есть питом тут максимум получается обогрева я так понимаю нет нам это не надо это крылья 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 Так, давай тогда сразу таксилайт. Над горами полетим. Окей, давай тогда, значит, флайдиректора, ярдемпер включаем, пойдем в режиме NAV, так, GPS, смотрим, да, все правильно, по высоте. Сколько у нас превышение порта? 2520, 5520, накручиваем, это будет 3520, 5600, да, пойдем с вертикальной 700. Так, по ветру данных нет, но мы пока что не взлетели. Ладно, хорошо. Да, и в принципе ничего больше не трогаем. Взлетаем с 25-й полосы, на которую вчера не удалось сесть. Но зато потом сели на 0,7-ю. Так, закрылки у нас во взлетном. Состояночного снимаемся. Начинаем руление. Да. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Рулим на полосу... Стояночка тут какая-то у нас... Автомобили прям тут стоят... Почему бы нет, да? Продолжение следует... Продолжение следует... Все, выруливаем на полосу и взлетаем... Так, включаем взлетные и включаем стробы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Естественно... Никаких тут у нас схем выхода... Захода... Ничего такого нету... Вчера попытался это сделать... Не дает он... В полетах по ориентиру выбирать какие-то схемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пока что в ручном режиме иду. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и все. Включаем автопилот. Далее идем в автоматическом режиме. Следим за приборами. Далее у нас уже... Так, RPM тут в красную зону заходит понемногу. Тут чуть-чуть сбавим обороты. Так, избавляем. Есть естественно... Ну, так называемый на дух. Наверное, это правильно будет. Так, сделал на превьюшечку себе фоточку. И погнали по маршруту. Погнали по маршруту. Значит, выполнив взлет в аэропорту Палмдейл, возьмите курс на север и направляйтесь к сухому озеру Розамонт. Розамонт, которая лежит на территории базовой ВС США Эдвардс. Духое озеро Роджерс входит в число национальных исторических памятников США. Оно расположено на территории базовой ВС США Эдвардс. Там проводились испытания многочисленных экспериментальных летательных аппаратов. В том числе Белл Х-1, на котором Чарфи Йегер впервые преодолел звуковой барьер. Здесь же после выполнения задания приземлились ракетопланы Space Shuttle. Ну, в принципе, тут такое место, да, смотри, пустыня какая-то. Почему бы здесь и не провести какие-нибудь испытания? А почему он показывает точка седьмая? А, ну да, это седьмая, но это в этом леге точка в два. Понятно. Через одну секунду произойдет смена точки, и да, мы доворачиваем направо. И идем на точку три, да, получается. ЮСР 07. А, нет, вот сюда мы идем, что ли. Так, ЮСР 08. Ну, это вот, видимо, над этим сухим озером мы пролетаем. Вот оно, да. Видишь, высушено, короче. Именно над ним мы летим. Так, высоту пять шесток мы заняли. Ну, лететь до аэропорта. Я бар стою. Нам, кстати, не так много. Я об этом уже говорил, да, тут на 20 с лишним минут лет. Но так, давай посмотрим, что мы проходим. Впереди у нас аэропорт Эдвардс. Проходим через него. Далее. Есть тут какие-то у нас районы по пути. Тоже впереди за аэропортом прям Борон, Крамер и Крамер Жангшен. Тихо знает, я не американец в Америке, ни разу не был. Ну, а дальше, походу, будем доворачивать на Хинкли. Пройдем через Хинкли, Барстоу. И уже окажемся в аэропорту. Ну да, прям совсем чуть-чуть лететь нам здесь. Здесь просто какой-то жилой район. Будут продовольственные магазины. Там находится средняя школа. Десерт юниор, сеньор. И еще какая-то фигня. Не знаю какая. Короче, обычный жилой район. Пролетаем над ним. Ну и, наверное, в этом отрезке пути забираться выше нам смысла нет. Потому как тут везде равнина. Ну, там вот уездит небольшая горочка, да, которую мы будем пересекать. Ну, я думаю, это не страшно. Вот, а под нами как раз-таки аэропорт. Рядом с этим аэропортом Мэдвакс находится пожарная часть. Там полоса получается 0 пустая и 24. Там также стоят самолеты. Но я так понимаю, что эти самолеты именно принадлежат пожарной части. Видимо, какая-то пожарная такая бригада. Вот это, кстати, полоса. Нет, обманываю. Это не та. Блин, ее не видно отсюда. Вот она. Вот это вот. Вот это пожарная часть. Видимо, там стоят вот эти вот самолеты, которые воду там забирают откуда-нибудь с океана и тушат пожары. Короче, пожарная часть именно такая, самолетная. Так, а мы идем на точку 9-я. Над сухим озером, Роджерс, возьмите курс на восток, юго-восток, и прилетите, и перелетите через пустыню. Вы окажетесь над площадкой объекта Теллендейл, где разрабатывали и испытывали летательные аппараты типа Стелс. Ну, вот туату, блин. Стелс тут еще американцы испытывали. Американцы и на Луну высаживались, и Стелс аппараты испытывали. В общем, куда ни плюне, одни герои. Любят по Стелсите, ребята. Так, вообще, наверное, я бы вот такой бы вид себе сделал первый, типа первого лица. Он более для меня удобный. А то я как-то там внизу сижу непонятно где, блядь. Так, головой не упираюсь я тут. Да, вроде бы нет. А то мне из этой панели нифига не видно, блин. А ну, как бы, приборы мне нужны. Ну, самолет же маленький, по сути, а я вообще человек большого роста. Ну, не знаю, как я тут, конечно, должен сидеть. Никогда в настоящей Цесне не сидел. Может быть, конечно, чуть пониже. Ну, мне кажется, нифига не так. Хотя, хотя, хотя. Ну, ладно. Просто тут чуть-чуть помаленье, ну, чуть-чуть вниз. По-моему, не сделаешь. Тут, видишь, как оно резко как-то, блин. Либо так, либо так. Ну, давай хотя бы вот так вот сделаем, да. Что уж я прям туда. То в потолок, блин, буду упираться. Где тут они стоят, испытывали? Хрен его знает. Не, ну, явно неправильно сижу. Должно быть, мне кажется, пониже. Все-таки должно быть, наверное, как-то вот так, наверное, все-таки, а то как-то слишком высоко. Ну, вот. Пускай будет такой тогда у меня вид. В принципе, устраивает. Ну, в общем, где-то тут испытывали стас-аппараты. Ну, и так же, где-то там высадились на Луне. Почему бы, собственно, нет? Хотя, блин, если смотреть, да, по вот этому окну, мне кажется, я еще ниже должен быть. Ну, ладно. Так, давай, наверное, давай, наверное. Купер-больших гор тут у нас вроде бы нету. Хотя, блин, вон там есть горы. Ну, ладно, останемся на этой высоте. Хотя, можно, наверное, до 5-ти спокойно спускаться, даже и не париться. Ну, и потихонечку начнем стяжение. 400 пунктов в минуту. Интересно, как заводится, блин, в любом другом самолете, ну, как-то винт дал раскрутку, подключил паркер. Он воспламенил жидкость. По идее, все. Тут как-то прям вообще не понимаю. Игнишин, он, да, зажигание. Гороче, не знаю, по ходу делать что-то я не так, как он так у меня долго заводится. Он что-то вроде, типа, как, знаешь, на машине, блин, когда свечи не работают, начинает хватать. И не хватает, как бы, до конца. Сначала что-то крутит, 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 как будто бы холостую, а потом уже начинает заводиться. Кстати, тут еще вот эта вот кнопка. Что такое? Давай-ка глянем. Можем разглядеть. А, так вот, подачи топлива нету. Она, блин, вытащена была. Потом фулл офф. Ну, понятно тогда. Топлива-то не поступало, блин. Я думал, это дополнительный насос. То есть, допустим, если вот этот насос не качает, то этим насосом можно подкачать. А это, оказывается, нифига не то. Ладно, я понял. Ну, конкретно, мы прям в какой-то пустыне, если честно, находимся. Я, блин, думал, раз уж мы будем летать на Сан-Франциско, мы будем где-то, ну, близко к городу, скажем так. А мы летаем по пустыне. есть в Америке какой-то штат, сейчас не помню какой. Вот там, да, там реально пустыня. тут я что-то смотрю, в Сан-Франциско тоже не особо много домов. 4 мили до точки вот этой вот 0,9. я так полагаю, это вот эта вот ерунда. Не вижу я тут полигона для стелс-испытаний. Даже если приблизиться. хотя, вроде как, да, какая-то взлёточка. Ну, вообще, ну, мало ангаров, тут не ангары, но какие-то построечки есть такие, хитого знают. Ну, прям, не знаю, не знаю. Видимо, это тут использовав испытательный полигон, такой же стелс-полигон, как и стелс-самолёт американцев. Так, ну, а мы смотрим, куда мы идём дальше. А дальше мы идём. пролетаем над городом Барстол. К востоку от него раньше работала экспериментальная солнечная электростанция Solar One. Понятно. Всё раньше, всё когда-то. Сейчас ничего не работает. Так, ну, а это уже аэропорт, в котором мы будем приземляться. Причём, смотри, пустыня-пустыня, да, везде всё жёлтое туда-сюда, а приземляться мы будем уже в такой зеленоватой местности, рядом с горами где-то. Главное сегодня приземлиться с первого раза, не так, как вчера, и теперь приземлиться. то есть, ну, ладно, привыкаю я немножко к самолёту. Идём мы сейчас по направлению 0,8 полосы, но я думаю, что на неё, на неё и сядем. Хотя можно и на 0,4 сесть. Интересно, вот эти поля, да, круговые, блин, даже есть этому объяснение какое-то и довольно-таки вроде как оно простое, ничего на самом деле сверхъестественного в этом нет. хотя опять же американцы когда-то заявляли, что это инопланетяне оставили вот такие вот следы на полях. Ну нет, на самом деле нет. Что за поддёргивание, блин? в зону турбулентности походу попали мы, Ну да. А что по ветру? Кстати, постой. Мне вот совсем не нравится, что ветер отображается именно так, где тут у нас. Так, ветер options 2. Вот, вот так хорошо. Встречный 5 узлов. Так понятно. Ответчик мы должны были а он у нас вальпе и стоит. Я думал в стендбайке. Нет, стоит вальп, отлично. И вео, фар полёт. Ну и всё. То, что нужно было посмотреть, я посмотрел. 0,8 будет по прямой. 0,8 во прямой. 0,4 будет уходить, скажем так, заход нужно будет уходить вправо и потом доворачивать налево, чтобы на 0,4 поземлиться. С 0,4 проще к зданиям аэропорта поехать. Они там есть. Если же садиться на 0,8 на 1,8 у нее есть два съезда влево, но в первую мы не попадем точно, он прям начинается это получается начало но 4 полосы. Тут, короче, полоса идёт такими, как буква В. английская. Вот. Если на второй, то в принципе нормально. Ещё мы попадаем туда, к зданиям аэропорта. А вот если на третий, нам уже потом пилить долго. Я имею в виду рулить по рулёжке. Ну, посмотрим сейчас. Вообще, по идее, конечно, лучше бы сесть на 0,4. Садиться всё равно в ручном режиме буду. Визуально. Поэтому, почему бы не сесть на 0,4. Так, давай ещё мы сбросим высоту. Давай до 4. Да, блин. Кто ж ты? Так, пойдём до 4. Сейчас превышение аэропорта гляну. Аэропорта... А, блин, превышение 1918, грубо говоря, до 2000, да? Да. Так, можем спускаться смело ещё. Да. прерыв. Том. Парк, Том. Да. Да. Том. А вот здесь у нас получается, смотри, сейчас по карте глянул, у нас проходит National Trace Highway, трасса 66. Вот это вот у нас, трасса 66. Был даже фильм такой, трасса 66. Не знаю, про эту ли трассу говорили или нет, но трасса пока, смотри, есть. А мы подходим как раз таки к городу Гаги. Так, мы снижаемся, мы снижаемся. Оба-на! Да, мы преуслили скорость немножко. Так, ну а что здесь? Давай тогда, наверное, в хейдинг перейдем. Стой, 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 братан. Ой, как он у меня, блин, далеко. Той, стой, 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 стой. Той, стой, 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 стой. Продолжение следует... Блин, мы прямо сейчас надо аэропортом крутимся, вот он он, аэропорт наш. Вот это у нас полоса получается 0,8. А нам нужна полоса, которая идет вот так. Но я ее здесь почему-то не ощущаю. Вот она 0,8. А та что у нас? А, слушай, мне погоди, цемент вроде написано. Нифига она не цементная. Так, тогда на 3000 мы идем, да, отключаем автопилот. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, заходим на 0,4. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, полосу освободили. А рулим мы, значит, к зданию. Ну, тут аэропортов вот этого. Так, здесь мы не сворачиваем. Там какой-то тупик у нас. Рулим дальше. Ну, вот здесь у нас уже есть стоянка для самолетов. Субтитры создавал DimaTorzok 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 блин давай короче знаешь как мы припаркуемся но так чтобы мы смогли потом без выталкивания и без помощи вот этих человечеков отсюда уйти то есть не доезжая туда сильно мы потом просто тут развернемся и все смотри тут много самолетов стоит так отлично участок маршрута пройдем далее а чё мы ставим продолжим естественно блин как мне не нравится как его бросает вот здесь вот именно при загрузке это какой-то капец так все выключаем мы ждем отдыхать правильно поставьте ров у нас окей и гнишин норма единственное чем мы не погасили лампочки наш но батарею выключили они все равно не горят поэтому вот мы стоим то есть мы батарею подключим когда сейчас но все равно полетим еще раз уже следующую следующий отрезок пути нашего вот у нас лампу сразу включится до облина нам тут все по переключала по-своему она нам строго включила посадочные зачем-то так навигащен лазбек он пускай остается ну и собственно вот так вот мы сейчас запустимся и полетим дальше сейчас небольшой перерыв сделаю правда для вас это перерывом не будет потому как я поставлю запись на паузу ну а сам пойду перекурю и далее взлетаем едем дальше значит сейчас взлетаем поднимаемся над пустыней берем курс на восток и пролетаем над озером трой обычно на сухое но после ливней бывает заполнена водой вот такой вот у нас план так давай приступаем к запуску опять же по идее если сейчас у нас так топливный насос а чё у нас краны от краны у нас здесь открыты топливный насос у нас пока топлива не подается соответственно мы включаем нашу батарею включаем зажигание включаем стартер движок должен начать раскручиваться и давай мы подадим ему топлива у по так и все стартер можно вырубать двигатели мы запустили давай еще раз генератор сделаем reset он да окей зажигание в нормал переводим подключаем авионику да вот это наверно будет более правильный запуск так что у нас здесь тексилайт он навигейшины бекон улать у нас горели ну и тут у нас все как есть так остается зачем ему обогрев крыльев нафиг не нужен на улице тепло вот я не вижу здесь обогрева петон вот это интересно а это винт слайд это рельевые вот эти лампочки на крыльях которые нам если что говорят об об обледенении они должны гореть если и мы увидим на них лед по значит самолет замерзает ты реки надо настроить автопилот опять же пойдем тут по этим же мы горам до 1920 у нас превышение порта мы же сильно в горы не полезем да нет мы тут нормально поэтому поэтому давай сразу flight директора и дампер высота так 2000 грубо говоря до превышения плюс 2000 на 4000 пойдем если что доберем потом вертикальная 800 а давай нам даже 700 так все к вылету мы готовы вылету мы готовы в какую сторону нам бы рулить то болен с какой полосы давай с ночи с 0 4 и взлетим на которую мы садились это нам сейчас тогда направо это нам тогда направо до так хорошо состояночного снимаемся так чувака бы в капусту не порубить ой 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 тут что-то смотри самолетом случилось беда беда или с 22 взлетим блин до 22 вроде ближе давай-ка с 22 взлетаем короче просто неохота до 0,4 пилить нам так-то по сути даже вся полосатая не нужна самолет у нас маленький поэтому да, мы сейчас отсюда сразу будем взлетать короче так, взлетные включили Taxi Light Off пробы включили и сразу сейчас будем взлетать логичую так граждане ошибка 30 г います и а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Блин, а мы почти набрали высоту, а у нас впереди горы. Судя по этой линии, мы их не проходим. Хорошо, пойдем тогда на 5,5. Так, а мы должны идти в режиме на... Вот так, да. Продолжение следует... Посадку будем совершать в аэропорту Бейкер. Блин, ну такая какая-то полоса прям неказистая, смотри. Тут и зданий-то никаких нету. Тут стоянка, я так понимаю. Такой аэропорт под такой, ничего страшного. Мы и там посадку совершим. Увеличим чуть-чуть набор. Это по ветру. А по ветру у нас, ну, фактически встречный, да, 5 узлов опять же ветер. Ну реально пустыня, блин, просто пустыня и пустыня. Но мы не проходим горы опять же. Да, 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 да. Тем временем мы идем на точку уже 12-ю. То есть продолжаем полет на восток. Миновав низкие горы Кейги, вы окажетесь в удивительно живописной пустыне на территории национального заповедника Мохаве. Там под охраной находятся дюны Келса и несколько скалистых горных хребтов. Ну вот, бля, как-то так. Хотели полетать в городе, полетаем в Брингорах. Ну реальная пустыня, понимаете? Ну все равно красиво, конечно. Не могу сказать, что ой, да ну нафиг. Наверное, хватит летать над Калифорнией. Нужно что-то поживописнее. Нет, красивенько. Ну тут нас подколбашивает прям немножко. Даже пустыня в Америке. Я имею в виду сейчас фотоподложки, да, которые сделаны для Microsoft Flight Simulator. Даже пустыня здесь красива. О чем-то он нам сказал. Это скалистые горы. Это же не скалистые, это же типа дюны, да, какие-то. А, ну он тут ничего не говорил. Просто низкие горы. Я думаю, а как тут могут быть скалистые горы, если это пустыня? А прикиньте, сколько туда территории, которую, ну, допустим, застроить можно было бы. Хотя я, конечно, не знаю, можно ли здесь вообще строить что-то в пустыне. Ну тут просто пустая, огромнейшая территория. Субтитры создавал DimaTorzok В Америке надо полетать над городами. Посмотреть, как там все сделано в десятом обновлении Microsoft. Хотя последнее время я смотрю там от Orbex. Сценарии аэропортов повыходили от других ребят, которые делают сценарий аэропорта. Там очень-очень много американских портов. Ну и прям сделала мнение они очень хорошо. Ну и прям. Не 알아, что такое. Вот. В общем, Субтитры создавал DimaTorzok И Farah. И меня это же. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Ну, написано асфальт. Написано асфальт. Ну, а наш аэропорт чуть дальше. Садиться будем на 33-ю полосу. Ну, сразу по ходу, по прямой заход. Так, ну и тогда, наверное, давай мы все-таки приступим уже к снижению. Ну, я думаю, что до 4000 можно смело снижаться. Интересно мне посмотреть на это белое озеро. Ну-ка, вот аэропорт, а вот это вот как раз-таки есть вот это белое озеро. И превышение порта нам надо глянуть. 922 фута. Ну, то есть 1000, да? Снижаемся до 1700 просто и все. 1200 футов. Немного. Диана. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, синхронизируем хейдинг и переходим на него Потому что мне не нравится, как он меня заводит туда на полосу Субтитры создавал DimaTorzok Полоса короткая, конечно Субтитры создавал DimaTorzok Так, отключаем автопилот Субтитры создавал DimaTorzok Далее тут еще линии, прикиньте, электро... Ну ты понял, да, высоковольтные, блин? Ой-ой-ой, уходим на второй? Да, уходим на второй, конечно, куда я не сяду Далее тут еще не слышу Субтитры создавал DimaTorzok Мир, может, вот такая короткая полоса, блин, прям будет. Субтитры создавал DimaTorzok Я так думаю, что к полосе надо подходить где-то на скорости 80. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Садись Ну выкатимся сейчас Ну блин, на полную Cessna, чтобы вот так укапываться. Это на Боинге так нельзя, да, все с ним можно. Да блин, где полоса-то? Так, вот здесь где-то она должна быть. Не, ну смотри, тут реально, короче, посреди пустыни, ну не совсем, хотя тут травка, цветочки. Просто положили кусок асфальта, мол, ну вот вам взлетно-посадочная полоса, короче. Ну ладно. Ну ладно. Я помню, я какую-то этот Баш-3 путешествие проходил, так там вообще, по-моему, больше половины посадок было куда-то на траву. Поэтому, честно, умеет это делать. Тут просто так понимаю, в 70 у нее уже скорость сваливания будет. Ну, если ниже 70, при полных закрылках, на 70 она уже будет сваливаться. Поэтому, блин, я пытался на 80 подходить. Так, нет, ребята, к вам я не поеду, ну вас нафиг. Все, вот здесь я останавливаюсь. О, скриншотик сделал. Значит, тут час так маршрута пройден. Ну и все, в следующий раз продолжим. Ну смотри, нас ждет, блин, такая же полоса, какая-то, крем-пайми какая. То есть, просто тупо полоса. Я имею в виду при следующей посадке. Так. Тупо полоса. Ну, вот, собственно, все поотключали. Так. Ну и все, остаемся мы здесь. Хочешь, я тебе скажу, как называется, вот там вот дорожка идет. Ну я так, ладно, дорога идет. Она называется Долина Смерти Роуд. Вот как хотите, вот так вот. В общем, остаемся здесь. На сегодня заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.